Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это обзор четвертьфинала Лиги Чемпионов. Поехали! Ну что же, как и предыдущий ролик по обзорам, был у нас обзор Лиги Европы четвертьфинала, теперь у нас обзор Лиги Чемпионов. Я записываю практически в тот же день, как стало известно, жеребьевка, то, с кем сыграет, там доигрывали матчи 1-8. И вот у нас интереснейший матч Аталанта против ПСЖ, и вот уже в дополнительное время, на 99-й минуте, замечательная подача на Эдинсона Кавани, который реализует свой момент и забивает, и выводит свою команду вперед в дополнительное время. В основном они смогли, эти две команды, побороться, но и замечательный гол забивает Уругваяц и выводит вперед ПСЖ, которому, на самом деле, мне кажется, повезло все-таки с жеребьевкой, хотя вот ПСЖ много времени не играли, потому что отменили. У них досрочно завершили чемпионат, а вот Аталанта очень замечательно продолжала играть после коронавирусной паузы. И вот Кавани забивает, и теперь нужно будет серьезно подумать игрокам Аталанты, и придется им теперь еще и отыгрываться. И вот идет 120-я уже минута, дополнительное время, там 2-3 минуты. И вот замечательно Малиновский забивает и сравнивает счет на, ну получается здесь уже 100-22 минуте дополнительной, и все. Аталанта сравнивает счет, чисто физически, мне кажется, уже не успеет ПСЖ увеличить свое преимущество, выйти снова вперед. Вот, поэтому так матч и закончится, счетом 1-1, даже в дополнительное время. Вот эти два гола были забиты, что от Кавани, что от Малиновского. Поэтому сейчас мы увидим с вами первую серию пенальти в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Все у нас проходит в один матч, вот как и в реальном матче будет. Поэтому сейчас будем мы наблюдать за тем, как отыграется Наполи и ПСЖ в пенальти. И вот удар выше пошел, сразу же Малиновский выше пробивает, перенеранчил, наверное. Подходит к мячу Неймар. Удар, но здесь потащил голкипер. К мячу подходит Дерон. А вот здесь очень хорошо заложил, на вас даже не дернулся. Кавани. Удары это уже не точно. Так что не забивает уже 2 пенальти ПСЖ. Мурьель. А Мурьель забивает, это 2-0 пока что идет Таланта в серии пенальти. Димария. Ну и Димария намного выше пробил. И сейчас последний удар. Последний удар Аталанта. Если сейчас забивает, то они выиграют. И проходит в полуфинал Лиги Чемпионов. Эдуан Запада. Удар и это гол. В нижний угол ворот забивает Дуан Запада. Поздравляем мы Аталанту с проходом в нашей Лиге Чемпионов. Я не знаю, я этот ролик выложу как раз после последнего матча четвертьфинала в реальной жизни. Поэтому я не знаю, как сыграли они в реальной жизни. Но у нас Аталанта проходит в полуфинал. Так что вот такие вот интересные у нас матчи. Все отлично. Аталанта ПСЖ. Поздравляем с проходом по Аталанту. Ну и теперь тоже интересный матч. Лейпциг против Атлетика Мадрида. У нас в составе Лейпцига еще будет играть Тиму Вернер. Потому что нельзя никак его отсюда не убрать. Мог, конечно, просто его чисто перенести в Челси. Но, думаю, не стоит. Лейпциг вот так вот выходит вперед против Атлетика. Именно Тиму Вернер забивает этот гол. Чуть попозже я скажу. Почему? Скорее всего это была моей, наверное, ошибкой. Оставлять Тиму Вернера в Лейпциге. Но я все-таки подумал, пусть лишь Лейпциг именно с Вернером доиграет в Лигу Чемпионов. А потом он уже перейдет в лондонское Челси. Вот. Лейпциг сенсационно прошел в четвертьфинал. Они обыграли Тоттенхэм в 1-8. Ну а Атлетика Мадрид я даже не помню. А, ну Атлетика Мадрид играли против Ливерпуля в 1-8 и прошли. Так что мы поздравляем пока что Тима Вернера с первым забитым голом на стадии четвертьфинала. И вот еще и в первом же тайме Собицер замечательно движется с мячом. Отдает на Леймера, тот на Вернера. И это уже 2-0. Вот в чем была моя ошибка. Все-таки ключевой, скорее всего, уж точно Вернер игрок Лейпцига. Он забивает дубль в ворота Атлетика. Ну и сразу же вам наперед говорю. Спойлер такой закидываю. Так, матч и закончился. Со счетом 2-0. В пользу Лейпцига. Два мяча так и забил Тиму Вернер. Поздравляем. Мы. Лейпциг с проходом в наш полуфинал. Но мы все равно будем отталкиваться от матча реальной жизни. Кто придет в полуфинал, тот и будет у нас обзор. Вот такие дела. Здесь мы просто смотрим, как FIFA предсказывает. Так что, ну, может быть, может быть. Хотя Лейпциг будет тяжело теперь без Тиму Вернера играть против Атлетика. Ну и все. Финальный свисток. Лейпциг побежит с счетом 2-0. Тима Вернер. Главная звезда сегодняшнего матча. Дубль забивает. А мы переходим к следующему матчу. Ничуть интересному. Барселона против Баварии. Матч можно было здесь приписывать. Уже даже, скорее всего, финал такой Лиги Чемпионов. Но первый момент произошел здесь во втором уже тайме. Замечательная подача. И забивает Мюллер ударом через себя ворота Барселоны, друзья. Невероятный гол. Будет, наверное, одним из самых лучших в раунде именно плей-офф. Да, может быть, и вообще в целом всей Лиги Чемпионов. И вот такой замечательный удар рядом. С вратарем, кстати, был ударный. Я почему не потащил Терштегин. Пике тоже просто прогуливался так походкой Крабика. Но затащить не получилось Барселоне. Барселона, напомню, прошла Наполе со счетом 3-1. Вот они на Компнов их обыграли и прошли. Что насчет Баварии? Так она уже до коронавирусной паузы для себя 3-0 сделала хорошую форму против Челси. И поэтому уже сразу было понятно, что они дальше пройдут. Ну и все. 1-0 в нашей, так сказать, предсказаниях. Проходит дальше именно Бавария в полуфинал Лиги Чемпионов. Ну и последний у нас матч. Последний матч. Это тоже сенсация, можно сказать. Манчестер Сити против Леона. Леон сенсационно там, ну, можно сказать, и нет. Но с пенальти они единственный гол там забили. Ювентус и прошли дальше. Друзья, просто безголевой матч был. И в основном в дополнительное время ни одного гола мы не увидели. Но вот серия пенальти сразу Леон забивает. 1-0 пока что. Второй удар от Сити. Юндаган хорошо здесь разложил голкипера. Корне. И пробивает не точно. И пока что вот сравнялся. Леон с Манчестером. 1-1. Агуэро. Ух, как неплохо. Хотел Паненко забить, но не получилось. Терье. Терье. Здесь как-то, ну, плохо. Это все-таки какое-то, значит, вмешательство самой Фифы. Но вот Стерлинг замечательно. Моим ударом в левый верхний угол забивает. Кто знает, тот знает. А вот и Мендеш. Тоже решил Паненко и пробить, но не получилось. Вот сейчас. Если забивает Бернардо Сильва. Вы же правильно понимаете, он подходит к мячу. 20-й номер. Да. Если он забивает, то проходит дальше именно Манчестер Сити. Удар. Но нет. Лопеш потащил. И теперь пробивает Леон. И это шанс для Сити. Если сейчас отбивает, то проходит дальше Манчестер Сити. Удар. И не точно. И все. Эдерсон бежит к своим игрокам. Манчестер Сити в нашем обзоре проходит дальше в полуфинал. Пары на самом деле интересные. У нас получается проходит дальше Аталанта. Поршли они все-таки ПСЖ. Проходит дальше Лейпциг. Они прошли Атлетика. И проходит дальше Бавария с Манчестер Сити. Тоже интересные будут матчи, мне кажется. Две немецкие команды прошли у нас. Это Лейпциг и Бавария. Так что тоже интересно будет. Ну и вот такая у нас получилась команда Тура. Лучшим игроком, как вы видите и понимаете, становится Тимо Вернер. Он и получает звание лучшего игрока четверть финала нашей именно Лиги Чемпионов. Ну что ж, друзья. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас уходят по субботам. С вами был Андрей. Это канал Футбола Тожи. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Футбола Тожи.